МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Физкульт-привет! В Абруське прошла спартакиада". -"И все показали определенно свои умения и игру". -"Кому достался кубок? Включите голову. Могилевчанин с ветерком прокатил ребенка на тюбинге. Что грозит отцу? Праздник к нам приходит. Салон красоты Бьюти Лаб в ожидании чуда". -"Каждый наш клиент может получить подарочек". -"Как стать участником новогоднего квеста? А также сладкая страна, отечественная панацея и зюма на пороге. Метеорологи устрашают небывалым минусом за окном. Стоит ли искать грелку?" Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Президент провел встречу с председателем КНР. В 2023-м это уже второй визит Александра Лукашенко в Китай. Наши страны поступательно наращивают взаимодействие двусторонним контактам уже более четверти века. В прошлом году между Синекой и Поднебесной достигнут исторический максимум товарооборотов почти 6 миллиардов долларов. Белорусский экспорт в Китае вырос на 77%. Совместно мы воплощаем множество проектов от производства автомобилей до биотехнологий. Единственный вопрос, который я хотел бы с вами обсудить сегодня, это скорость. Время настолько спрессовано, и от нас, может, к счастью, может, к сожалению, эта спрессованность не зависит, и настолько спрессовано, что мы порой отстаем, не успеваем. Это не только Китай, Беларусь, везде так происходит в мире. И тот, кто первый придет к своей цели, тот и будет на вершине. Вы только что сказали про пояс и путь. Я давно для себя сделал вывод, что пояс и путь – это, как вы сказали, уже не концепция сегодня. Это уже практика, реализуемая, и никто сегодня с этим не может спорить, и никто не может найти даже мелочь для того, чтобы подвергнуть критике. Самое главное, что целью вы определили единую судьбу человечества. В отличие от западных стран, которые пытаются разрубить все на части, вы поставили единую цель для всех. Кто может спорить с этим? Сидимпинь отметил Александр Лукашенко и его большой друг. И подчеркнул, два государства смогли выйти на важные договоренности для динамичного развития отношений и укрепления политического и международного взаимодействия. Пекин выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси. Беспечность уровень 80 левел. Могилевый отец прокатил ребенка на тюбинге так, что пришлось платить штраф. 3 декабря в одном из дворов областного центра 35-летний местный житель, дабы не скучать дома, придумал зимнюю забаву. Он привязал батрушку к машине. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения. Водитель привлечен к административной ответственности. Госавтоинспекция напоминает, дорога не место для развлечений. Апгрейд ЖД-графика, зимний вайп и сладкие сюрпризы. В Беларуси изготовят более 2 миллионов кондитерских новогодних подарков. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В феврале наша страна примет участие в выставке в Дубае. Запланированы встречи и переговоры с дистрибьюторами, оптовыми покупателями, производителями продуктов питания всех стран мира. Объединенные Арабские Эмираты – ключевой центр импорта пищевой продукции в регионе Персидского залива, а также важнейший мировой узел реэкспорта товаров. С 10 декабря Бел-ЖД вводит новый график движения поездов. Он сформирован на основании отслеживания спроса и анализа потока пассажиров. На 2024 предусмотрено курсирование 762 составов. Изменен и сокращен путь маршрута Минск-Архангельск. Теперь локомотив будет заезжать в Ярославль и Вологду через Москву. Столицу, областные центры и большие города свяжут более 60 электричек межрегиональных и региональных линий бизнес-класса. Отечественный фарм-производитель готовит более 30 новых лекарств. Бизнес-модель импортозамещающая. Речь идет о препаратах для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, болезней Паркинсона, деменции для предупреждения тромбозов и прочее. Основное действующее вещество в таблетках закупается в Германии, Италии, Испании и Израиле. Более того, предприятие ведет работу над выпуском вакцины от рака легких. В Беларуси изготовят более 2 миллионов кондитерских новогодних подарков. Более того, будет расширен ассортимент игристых. В Ритейле уже представлено около 70 наименований сладких презентов, расфасованных в баулы, нетвердую упаковку, тубы, мягкие игрушки. Вес от 300 граммов до 3 килограммов, а стоимость варьируется от 8 до 80 рублей в зависимости от размера. Здравствуй, зимушка-зима. Белорусов ожидают морозной недели. Синоптики прогнозируют до минус 23. Слабый туман на отдельных участках дорог гололедится. Со среды похолодает. Ночью столбики термометров упадут на отметку 18 ниже 0. Днем будет не теплее 2,10 градусов. В выходные страну накроет снег. К слову, метеорологи уверяют, ноябрь 2023 был более теплым и влажным, чем обычно. Смертельно опасный треск под ногами. Освод дежурит у водоемов в усиленном режиме. Любителям зимней ловли рыбы стоит проявить максимальную осторожность. Несмотря на начало сезона, первые жертвы не заставили себя ждать. В Могилевской области мужчина провалился под лед. Спасти его не удалось. По статистике, за январь-октябрь этого года от утопления погибло около 320 человек. 19 несовершеннолетние, 18 рыбаки. Если все-таки беда настигла, нужно соблюдать алгоритм действий. В противоположную сторону полыньи от течения переместиться, раскинуть широко руки и попытаться с опорой на лед спиной либо грудью выбраться. Если все-таки удалось выбраться из полыньи, то перекатываясь либо ползком надо удаляться от полыньи по своим же следам. Безопасная толщина льда минимум 7 сантиметров. Оттенок должен быть зеленоватым. Прежде чем отправиться к водоему, следует связаться с ближайшей станцией «Освод» и узнать о надежности покрытия. Атакующий удар в Бобруйске прошла Спартакеада госслужащих. За кубок боролись четыре команды – представители исполнительного комитета, Совета депутатов, Объединения профсоюзов, Ассоциации промышленников и предпринимателей. Как это было, расскажет Елизавета Липеева. Вместо галстука – кроссовки. Сотрудники горосполкома, депутаты, руководители предприятий и председатели профорганизаций собираются на праздники спорта в Дилш номер четыре. Участники двухдневной Спартакеады готовятся побороться за первенство. Первый в списке – матч по волейболу. Одно дело убеждать всех за здоровый образ жизни агитировать, и другое дело, когда сам приходишь на площадку и своим личным примером показываешь, насколько это важно, насколько важно приходить в спортзал для того, чтобы быть здоровым. На площадке очень хорошая атмосфера. У нас очень дружный коллектив, нам повезло. Понравилась сама игра, хорошие соперники. Вообще очень здорово, что нас здесь всех вместе собрали. На базе 34-й школы четыре команды в предвкушении старта. И вот он, долгожданный момент. В торжественной обстановке открывается Спартакеада. На площадке битва за места на пьедестале, тимбилдинг. Участники на деле подтверждают – в Бобруйске трудятся по-настоящему сплочённые коллективы. И результат они готовы показывать не только на работе, но и на спортивной арене. Азарт состязаний, любовь к спорту захватывают каждого. Сплочённая атмосфера царит и среди болельщиков. На поддержку своих команд сил никто не жалеет. По результатам честной борьбы первыми в волейболе становятся представители горысполкома. Большое спасибо, очень интересно. Хотелось бы больше таких соревнований, чтобы горысполком проводил, мэрдовал команды. И мы будем бороться за город. Победа наша! Это здорово, когда такого уровня люди выходят на спортивную арену, где побеждает спорт, дружба. Я считаю, что мы очень сильно постарались. И мы вложили всё, что могли. Наши старания, умения. В насыщенной программе спортивных баталий – стрельба, плавание, конкурс «Меткий футболист». За заветные баллы для команды спортсмены-любители усердно сражаются и в дартс. Не менее напряжённая обстановка и у игроков в настольном теннисе. Готовились быстро, готовились за месяц. Но вы сегодня видели слаженность наших команд. И все показали определённо своё умение и игру. Но самое главное, что сегодня царит дружба, все улыбаются. Но, конечно, будут и победители, и будут проигравшие. Но самое главное, что спартакиада – это объединяет наши коллективы, города Бобруйска. Время подводить итоги спортивного праздника. Памятными дипломами отмечают участников с лучшими результатами. Чемпионами становится команда Совета депутатов. Второе место у исполкома, третье – у объединения профсоюзов. В подарок – сладкие призы, золотые кубки. А самое главное – незабываемые воспоминания и заряд позитивных эмоций для новых свершений. Елизавета Липеева, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Подарки всем. До Нового года меньше четырёх недель. Как раз самое время корпоратива вечеринок массовых гуляний. Салон красоты Beauty Lab волшебную атмосферу создал одним из первых. Предпраздничное настроение на ресепшн галереи эстетики красуется адвент-календарь. Посетители включились в игру с охоткой. Несмотря на то, что ещё несколько лет назад в забавном квесте участвовали только дети. Сегодня весь мир стоит на ушах, распаковывая окошки с презентами. Благодаря которому каждый наш клиент может получить подарочек. В эти подарки входят скидки на стрижки, все услуги в нашем салоне. Также абонемент в спортзал и уходы разные для волос. Телефон разрывается от звонков. Мастерицы то и дело успевают заполнять ежедневники. Ажиотаж понятен на календаре 4 декабря. Маникюр, педикюр, стрижка, окрашивание, укладка, уход разных сложностей. В списке услуг салона под пол сотни пунктов на любой кошелёк. Маститые парикмахеры готовы выполнить любой каприз. Ютилап на Карла Маркса 48 ежедневно с 9 утра до 7 вечера распахивается в двери для самых любимых клиентов. Успейте создать образ к новому 2024. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова